Новости входят в вечернюю фазу вещания в студии Наталья Савицкая. О том, что произошло в Новгородской области к этому часу, расскажем прямо сейчас. Вот главные темы выпуска. Тяжеловесные послы мира в Новгородскую область прибыли участники проекта «Титаны в пути». Восемь повозок. Их 16 кучеров проехали уже шесть государств и две тысячи километров. Едут они в Великий Новгород. Утенний коллапс. Центр Великого Новгорода встал сегодня в серьезных пробках. Начались дорожные работы. Есть вероятность, что в конце рабочего дня ситуация повторится. Не вандализм, а искусство. Художники рисуют граффити на стене ДКМ «Город». Тема полотна «Созидательный труд» и творчество. В Новгородском районном суде сегодня должны были огласить приговор новгородскому головорезу Ивану Бревнову. Его обвиняют в убийстве с особой жестокостью. Но в деле произошел неожиданный поворот. И вместо последнего слова подозреваемого судебное следствие начнется сначала. Эксперты в уголовном праве говорят, случай крайне редкий. Напомним, резня в пятиэтажке на Псковской произошла прямо во время новогоднего застолья в ночь с 31 декабря на 1 января. Задержанный по горячим следам злоумышленник свою вину не отрицал, но объяснить кровожадность действий ни сотрудникам полиции, ни следствию так и не сумел. По версии следствия, потерпевший пришел домой в гости к обвиняемому, где они отмечали Новый год и употребляли спиртные напитки. После употребления спиртных напитков между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему ножевые ранения, после чего обезглавил труп потерпевшего. За подобное преступление, отягченное употреблением алкоголя, обвинение запросило строгое наказание. Стороной государственного обвинения предложено назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Однако в своем последнем слове обвиняемый Бревнов обратился с ходатайством о возвращении уголовного дела на доследование. Он утверждает, показания из него выбивали, доказательства, собранные следствием, считает неубедительными, а сотрудников, которые вели дело, некомпетентными. Своё обращение к суду вместо последнего слова Бревнов читал с листа почти час. Не установлен умысел, инкриминировавая мне Бревнову Ивану Александровичу 1977 года рождения, деяния, также не доказан. Отягощающие обстоятельства также не зафиксированы обязательной медицинской экспертизой на содержание в моей крови алкоголя. А значит, не установлены и не доказаны. Судья с доводами Бревнова согласилась. Судебное следствие по уголовному делу новгородского головореза возобновлено. Уже завтра состоится очередное заседание. Как провести капремонт системы водоснабжения в Шимске и не допустить рост тарифов? Когда будет отремонтирована дорога от села Старый Медведь до Батецкого? Эти вопросы обсудили сегодня на рабочей встрече губернатор Андрей Никитин и глава района Николай Тихонович. Новое предприятие по производству овсяных хлопьев даст Шимску 400 миллионов рублей инвестиций и 150 рабочих мест. Это один из самых масштабных инвестпроектов в истории для района. Между тем, жители муниципалитета недовольны уровнем медицинского обслуживания, качеством дорог и воды. Беспокойство по этому поводу высказал губернатор Андрей Никитин. Район затянул с подготовкой документов для передачи в концессию Шимского водоканала. Модернизация предприятия вопрос непростой, денег на нее нет, а рост тарифов допустить нельзя, потому что сейчас цена на воду в Шимске и так кусается. Один кубометр обходится жителям в 81 рубль, в 2,5 раза дороже, чем в Великом Новгороде. Давайте будем смотреть, нам с вами здесь нужно соблюсти определенный баланс. С одной стороны защитить население от избыточных расходов, с другой стороны все равно нужно как-то ремонтировать ту систему, которая есть, и понимать, что нам без этого тоже никуда не деться. Практически все просьбы от главы района Николая Тихоновича касались еще одной большой проблемы Шимского района – дорог. Мы реализируем обращение к гражданам. У нас есть такое село Медивит, наверное, совершенно. Конечно, да. Значит, над следующим берегом реки Мшаги Старый Медивит. От него идет дорога на Ботецк и от предлительного угла. Дорога оригинальная в отпорной сети. Очень востребована. И сейчас она в очень плохом состоянии, пояснил глава муниципалитета. Нужен хотя бы минимальный ремонт, чтобы люди смогли ей пользоваться. Я помню, люди действительно говорили об этом, да, и я про это знаю. Сейчас мы немножко самые больные места в области залечили, да, где там вообще там у нас все-таки в первую очередь важно было районные центры соединить с городом. По словам Андрея Никитина, ремонт дороги намечен на 2019 год. А чтобы район получил от региона помощь в реконструкции полотна в другом поселении Бор, от шимских властей нужна заявка в областное министерство транспорта и дорожного хозяйства. Также по итогам встречи глава региона дал поручение Министерству инвестиционной политики обстоятельно заняться поиском инвесторов для ракчеевских казарм в селе Медведь. Восемь повозок, запряженных рейнскими тяжеловозами, сегодня парализовали движение на Лужской трассе в районе Батецкого. Это участники проекта «Титаны в пути» наконец-то, спустя два месяца после старта, добрались до Новгородской области. Они уже прошагали пол Европы, были в Калининграде и Петербурге, а конечной точкой их странствия станет Великий Новгород. Экспедиция «Титаны в пути» под лозунгом «Европа – это мы, кони, несут мир» стартовала из бранденбургского города Брюк 22 июля. Маршрут прошел через города средневекового Гонзейского союза. Среди них Берлин, Староград, Гданьский, Калининград, Рига, Тарту, Нарва. А конечная и главная точка путешествия – Великий Новгород. Колокол, на котором написано слово «мир» на всех языках мира, прибудет в сердце нашего славного Гонзейского города в пятницу. А сейчас восемь лошадиных сил и их кучера остановились на постой в медовой столице Новгородской области. Тяжеловозы отведали Батецкого сена, покатали местную детвору, а немецкие гости расположились на отдых в гостинице райцентра. Подробнее о том, как встретила пилигримов Новгородская область, в репортаже Людмилы Александровой в 8-часовом выпуске «Новостей дня». Центр Великого Новгорода сегодня тоже покраснел в утренний час пик. Все онлайн-навигаторы цветом кричали водителям «Ищите пути объезда!» Поставил горожан в неудобное положение начавшийся ремонт дорог. Кто опоздал сегодня на работу, а главное, когда асфальтоукладчики покинут узкие центральные улочки, выяснила Алена Сувтина. Спецсигнал дает зеленый коридор даже по тротуару. Остальные водители сегодня живут, не отрывая глаз от Яндекс.Пробок. Весь центр раскрасился в ярко-алый. Опозданием на работу и учебу одно объяснение – ремонт. Непонятно, почему стоим. Сейчас увидел, что опять дорогу перекрыли. Опять об этом узнаем только из этих. Когда приехали в пробку, ну не знаю, нигде информации не было. Так что мы превращаемся в мегаполис. У нас тоже есть время постоять в пробках, подумать о жизни. Пока сотни водителей думали о жизни, десяток сотрудников СМУ-57 снимали асфальт старый и готовились к укладке нового. Остановить процесс невозможно. Контракты разыграны, обещания горожанам розданы. Время исполнять. Раньше они старались работать ночью, потому что были белые ночи, светло. Сейчас мы уже работаем по фактической погоде, потому что обещают дожди. И подрядчики тоже заинтересованы, чтобы контракты полностью выполнить. Ну и приходится работать в дневное время. То есть, ну, водителям, я считаю, надо войти в это положение, потому что в основном дороги-то делаются тоже для водителей. Водителям придется временно продумать объезды. И не только в утренние часы. Корректировать маршрут придется и возвращаясь с работы. Итак, последняя информация. Ближе к полудню строительная техника дошла до Большой Санкт-Петербургской. Работы будут вестись на отрезке от Мусы Джалиля до Германа. Продолжится фрезерование на Андреевской, Троицкой и Никитинском переулке. Притеченская будет перекрыта до позднего вечера. Работы громадьё. С опозданием на свое рабочее место прибывает и строительная техника. Они ведь стояли в тех же самых пробках, что и новгородцы. Запастись терпением новгородцам необходимо до 25 октября. Именно до этого срока все работы по укладке асфальта в Великом Новгороде должны быть завершены. В дождь и мороз будут отдыхать. Николай Мигаль пообещал контролировать это лично. Так что следите за прогнозом. Если синоптики пообещали дождь, дороги будут свободны. Алена Сувтина, Олег Фёдоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Контртеррористическая операция развернулась на стадионе «Волна». На радость любителям зрелищ в стиле «Команда» с новгородские силовики провели показательные выступления и посоревновались в диковинных для обывателя дисциплинах – скоростному переталкиванию автобуса и стрельбе в противогазе. Все участники прошли военизированную эстафету со стрельбой в пневматической винтовке и переноской раненого. Особенно непросто пришлось сотрудникам спецслужб. Они преодолевали свой участок в полной экипировке – защитном шлеме и бронежилете. К следующему этапу нужно было доставить ящики с патронами, которые весят под 30 килограммов. Не так-то просто и попасть в мишень, когда смотреть на нее приходится через противогаз. Впрочем, каждому из представителей силовых ведомств эти задания должны быть по плечу, так же, как и мирные виды спорта. На данный момент проходит полуфинал по забитию пенальти. Сейчас наш сотрудник будет завивать. Конечно, надеемся, мы достичь лучших результатов. Сегодня приехали, в том числе, и болельщики Чедовского района. Все участвуем во всех соревнованиях. Стараемся достичь только первых мест. Спортсмены соревновались еще и в перетягивании автофургонов, причем с коллегами на борту. Тяжелую технику толкали так усердно, что машина развивала вполне приличную скорость. Более считанные сантиметры, но команда «Малые вишеры» набрала крейсерскую скорость. Посмотрим, куда салим финишировать первыми этапами. Зрителей этого действия было гораздо больше, чем может вместить стадион. Звуки стрельбы разлетались по окрепностям, привлекаясь в акт домоседов. Под их окнами развернулся настоящий театр боевых действий. На силовиков, которые конвоировали опасных преступников, попытались напасть хитро замаскировавшиеся злоумышленники. Правоохранители не только отбились от нападающих, но и произвели их задержание. Ольга Ионова, Наталья Савицкая, Новости, Новгородское областное телевидение. В Великом Новгороде заработал Яндекс.Лицей. Конкурс на первый курс уникального образовательного проекта был больше двух человек на место. В итоге в 28 самых подготовленных школьников дважды в неделю будут осваивать азы программирования. А впоследствии отличники, возможно, пройдут стажировку в одной из крупнейших айти-компаний в мире. Это образовательный проект Яндекса, отделение которого сейчас открывается во многих крупных городах. Обучение для школьников бесплатное. Программа рассчитана на два года. В течение первого их ждет изучение программирования на языке питон. Те, кто хорошо себя зарекомендует, еще год будут постигать основы промышленного программирования. Это же вторая грамотность уже теперь. Все теперь, куда бы вы ни пошли, везде средства автоматизации выходят на первый план, умение автоматизировать свою работу. Для этого нужно быть не прямо исключительно программистом, но для этого нужно знать основы программирования и уметь написать какой-то код, пусть даже небольшой, используя свои знания, для того, чтобы автоматизировать свою работу, либо обработать большие объемы данных. Для того, чтобы попасть в одну из двух групп, ребята прошли отбор. Из 60 желающих в Яндекс.Лицей зачислили 28 человек. Шанс был предоставлен всем школьникам Великого Новгорода. К примеру, всего два ученика 36-й школы попали на этот курс. Онлайн-тестирование и очное собеседование Никита Ананьев прошел без особого труда, хотя пошевелить извилинами все же пришлось. Молодой человек пока не определился с будущей профессией, но не сомневается, что полученные здесь знания ему в любом случае пригодятся. Я еще не уверен насчет именно стандартной профессии программиста, но ее тоже можно смотреть как вариант, но в сфере IT, я считаю, что, думаю, будет связана моя профессия. В Великом Новгороде образовательный проект будет базироваться на двух площадках в Кванториуме и школе номер 36. На первой встрече будущих программистов познакомились с педагогами, которые, к слову, тоже прошли специальный отбор и подготовку от Яндекса. В завершении школьники получат сертификат об обучении, а особо талантливым может даже поступить предложение поработать на Яндекс. Для девятиклассников неплохая перспектива. А участники другого молодежного проекта, рубанистического хакатона, внесли яркие краски в унылый городской пейзаж на Псковской. И это достаточно редкий случай, когда граффити – это настоящее произведение искусства, а не вандализм. Полотном для полета художественной мысли стала стена ДКМ «Город». Даже на треть готовый проект поражает размахом и яркостью красок. Масштабная роспись по штукатурке на стене молодежного дворца культуры видна издалека. Танцующие дети и взрослые мастера своего дела – гончар и художница. А над ними летящая жар птица, как символ творческого вдохновения. Стараемся насытить этот рисунок какими-то контрастными яркими цветами, чтобы все-таки глазу в непогоду осенью и зимой было за что зацепиться. Как-то настроиться на позитивный лад. Для этой настенной живописи заготовлено около 200 баллончиков краски. Она особенная повышенной стойкости. Скорее штукатурка отвалится, чем краска слезет, гарантируют художники. Работать в полном смысле слова на высоте молодым ребятам из Подмосковья не привыкать. В столице и других городах запросы на логичные проекты очень популярны. Я постоянно занимаюсь росписью стен. Это мое хобби и работа. Этим зарабатываю на жизнь. Свою картину художники планируют завершить к концу недели, если погода не подкачает. По крайней мере, точно известно, что этот шедевр не закрасит серой краской. Исполнительные работники системы ЖКХ, как это часто происходит в северной столице, в Новгороде к роспись стен относится трепетно еще со времен Феофана Грека. К этому часу, пожалуй, все. Мне остается напомнить телефон службы информации 70-3003. А наша новостная редакция продолжает свою работу. Менее чем через час мы снова в эфире. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова